Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Кто-то здесь был победителем, наверное, конкурсов в своих храмах, в своих приходах, в благочениях. Но самое главное, что вы все являетесь именно любителями чтения. Если вы пока еще не являетесь, я бы хотел вам посоветовать, что быть, именно быть такими любителями чтений, а читать по-божеству. А церковно-славянский язык и особенно молитва будет вам этому помогать. Потому что молитва, она, прежде всего, что делает, да? Она нас соединяет с кем? С Богом. Молитва нас соединяет с Богом. Потому что молитва есть разговор с Богом и сокровением. Конечно, можно говорить на вековом языке, на русском языке, на английском языке говорить, на французском, на вековом языке можно говорить. Но вот традиция такая в нашей церковной жизни, что мы с вами, именно, совершаем Богослужение, она очень красивая в церковном славянском языке. Красивая. Но она очень красивая. Мы с вами совсем недавно празднули пасть себе равноапостольных Кирилла Миколия, который является творцом этого языка, который именно наши, все славянские народы объединили в одну большую семью, православную семью. И вот представьте, можно поехать в Болгарию, там мы услышали на церковно-славянском языке, мы говорим, в Сербии, там мы тоже можем услышать молитву на церковно-славянском языке. Вот, все это у нас вместе что? Объединяем, соединяем. Если подумать о церковно-славянском языке, так-то и друг. Да, если мы читаем, мы начинаем понимать его. Правда же, да? Что тут? Там и не сложно. Но для того, чтобы его понимать, надо что делать? Читать. И вообще чтение развивает как твои и умственные способности, и языковые способности, и привеси внимания. А в наше время, думаю, внимания очень-очень всем необходимы. И поэтому я вам советую, именно каждый день, хотя бы понемногу, но читайте на церковно-славянском языке. Но мы с вами читаем, молимся, совершаем внутренние правила, совершаем учебные молитвы, мы его совершаем на церковно-славянском языке. И, конечно, можно к этим молитвам прибавлять и наши прошения, какие-то свои, обязательно можно прибавлять. В этом ничего плохого нет, даже хорошо. Это наша молитва на церковно-славянском языке будет подталкиваться, чтобы мы с вами, сами, соседи, шоу, обращались к Богу. По имя Отца и Сына и Святого Бога, аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, помилуй нас, помилуй. Слава Тебя, Божий наш, слава Тебе. Царю небесную, утешу перед душой истиной, и живи в детстве, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подарковых. Приди, все ли, все дны, и очисти на всякий искренний, и спаси благо души наши. Святые Божии, святые книги, святые несметные, помилуй нас, святые Божии, святые книги, святые несметные, помилуй нас, слава Отцу и Сыне, святого Духу, и у меня, пресса и родителями Бога. Аминь. И Святая Твоя Церковь и Божия, Господи, очисти, любви наше, владыков гости и беззакония наше, святые посетители, немощи наше, имя Твоего ради, Господи, Божия, Господи, Божия, Господи, Божия. Слава Отцу и Святому Духу, и наиболее пресной, по-никой мягко, Божия. Ходчий наш, ниже и си на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет поле Твоя, яку, на небесе и на земле, плед наш насущный, дашь нам днись, и остави нам долги наше, яку же и мы оставляем должником наше, и не вези на Твоем искушении, но избави нас от лука Бога. Благородице Тебе, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобой, благословен нам Тебе, Жена, и благословен Плодчерина Твоего, яку, спасая дела, веселуши наши, ангелы Божьи, пронителю на связи, на соблюдение мне, о Бога, с небесе, да мне, прележно молим Тебе, ты мне, днись, просвети, и о всяком, Господь, храни, к облакому деланию на старе, и на путь спасения, на праве, да мне. Моли, Бога, у меня, святая Бога, яка, разум сердце, не притыгай, скорой помощницей, молитвеннице о душе моей, достойной есть Его во истину, вложите Тебе, Богу, Родицу, безноблаженную и пренепорочную, и Матери Бога нашу, честнейшую хирургим, и славнейшую безравнение Серафим, безвестнение Богу славорожную, сущую Богородицу Тебе, Боже, во имя Твое, спаси меня, и в силе Твое, суди мне, Боже, услыши молитву мою, души, логовый уст моих, яка, чужди, воссташь на меня, и крепцы, и взыскашь душу мою, и не притрадыша Богу пред Собою, всего Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагов, молим, истинною Твоей, употребите их волю, поживой Тебе, испаримся имени Твоему, Господи, яко, благо, и яко, всякие печали, избавляясь и, и наврадимая, возле око мое, души, Боже, молитв мою, и не презли, молили моих, о, подними и услышами, восстарбив печалью мою, и славоковся, отгласа в лороже, и от служеба грешнича. И Господь заступник души моей, отвратит злая врагов моим, истинною Твоей, употреби их волю, поживу Тебе, испаримся имени Твоему, Господи, яко, благо, и яко, всякие печали, избавляясь и, наврадимая, возле око мое, мышей Божью молитву мою, и не презли моления моего, водные и услышами, восстарбив печалью моею, и смятокся от гласа вражия, и от стуженья грешнича, яко, ко нишина, мя, беззакония, ибо в дними в рождавах уны, сердце мое, спятнись во мне, и боязнь, и беззакония, и беззакония, и не презли моления моего, водные и услышами, восстарбив печалью моею, и смятокся от гласа, вражия его, и от стуженья грешнича, яко, благо, и шинами, беззакония и любними, и рождавах уны, сердце мое, смятейся в мне, и боязнь, и боязнь, и смертья нападенами, страх и трепетой приеденами, и по время тьма, и рвекту, да устанет привет твой, яко, благо, люби, и поищу, и починю все, волю все, бегая, и во двори все, в пустыне, чаяхо, Бога спасающего. Услыши, Господи, правду мою, вонми, моленью моему, внуши молитву мою, не во устрах стивых, от лица Твоего судьба моих, заедет очи и моей давнице правоты, искусивайся сердце мое, посетивайся ночью, искусивмейся, и не обретясь во мне неправда, яко, да не возглаголит уста мое, дел человеческих, заслали саусть тех твоих, ас, сохраню пути жестыки, соверши стопы мое, в истезях твоих, да не подвижится стопы моя, ас, возвах, яко, услышу, мейся, Боже, прикони ухо Твое мне, услыши, глагола моя, удиви милости Твою, спасаю, плавающие на тело противящихся десницы Твои, сохраню мя, Господи, яко, зеницу ока в крови крюло Твою покрышимя, от лица нечестивых, отстрашившимя, врази мое душу мое держаше, дух свой затворише, уста их, глаголоши, гордыню изгоняющих. А вот, как понять, первые слова, София, «К Тебе, Господи, возбегок душу мою, Боже мой, на Тебе уповах, да не послежусь и вовек». Вот что ты, я не говорю, что все объяснила, что сможет из этого, вот первые строчки буквально, «К Тебе, Господи, возбегок душу мою, Боже мой, на Тебе уповах, да не послежусь и вовек». А что значит «не послежусь»? Что значит «возбегок»? Показывать. Как? Показывать, восстанавливать. Очищение. А что значит «не послежусь»? Не умеет, не будет стыдно. А почему «не будет стыдно»? Не будет стыдно, потому что пока все будет стыдно. Возбегок, значит, что? Что сделает «возбегок»? Возбегок. Ну как это? Подниму душу свою. Да. А что, как понять, подниму душу? Возьму и так раз ты поднял ее. Нет. Я духу свою, душу, очищу ее. Так, очищу ее. Что мы делаем на испаннике? Каемся. А что мы делаем? Закрываемся или как-то? Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и приподем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и приподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Ой, возлюблено селение Твое, Господи, сил. Желает и сканчивается душа моя во дворы Господни. Сердце моей, плоть моя, возрадоваться ся в обе живее. Ибо птица, обретя себе храмину, и горлица гнездо себе. Иди же, положи птенцы своя, алтари Твоя, Господи, силу Царю Мой и Боже Мой. Блажен не живущий в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление его у Тебе. Восхождение в сердце Своем положи, вою доль плачевную вместо ежа положи. Ибо благословение даст законополагай, пойдут от силы в силу. Явится Бог богов в Сионе. Господи, Божий сил, услыши молитву мою. Нуши Божия, Яковль, защитничай наш. Мишт Божий, призренный лице Христа Твоего. Господи, Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей жизни, яко взятое великолепие Твое превыше небес. Иисус, младенец, Иисус, совершили сих полу. Враг Твоих, ради ежи разрушите врага и местника, яко удрю небеса дела. Вес Твоих, луну и звезды, я же ты основал Иси. Что есть человек, яко помнишь Его, или сын человек, яко почищаешь Его. Умолилась Его, малым чьим от ангелы, славой и честью венчалась Его. И поставилась Его на зелу руку Твоей, вся покорилась и под нос Его. Овцы и волыся, ищежие скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие из тези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле. Оно очень видно, очень четко, но без ошибочек сочетало. Это мое мнение, как же вы сказали свое мнение, у нас коллегиально все решаем нельзя. Анна, я не оттуда, я не постеснялся, мне кажется, было все правильно. Вот из нас люди, которые говорят, как вы. Я, в общем-то, потому что, что-то по идее, и дальше, по сути, по сути, по сути. Ну, собственно, я начался, мне тут одно, горе, вообще-то что-то вообще-то что-то что-то такое. Горь, горе, да? Это для у нас. Более, а у меня принадлежа, и у меня что-то поменьше. Для у меня не суток. А может, и суток. А может, и суток, и у меня на самом-то маленьком. Это из-за... Так, вы знаете, если у нас есть самоборующие, что нам надо? На мой взгляд, сколько лет, и какой класс обучения? И сколько изучается? И какая школа? Это школа, это школа, по какой-то школы, значит, то есть, что мы знаем, что это школа. Это как-то вот это у пунктовский пункт. Может, может, в 966-е-то начать, можно на курсе взять, но на шестнадцатый мечтать. В нашем непреклянном конкурсе часов под законно-форядочкой музыки. я бы остался именно в таком состоянии удовлетворительных, так, вызов бы свое удовлетворительное состояние как чтение, так и знание благослужения и знание церковно-форядского пекста. Но все-таки положение конкурса требует нам то, чтобы мы избрали победителей, кто занял первое, второе, третье место. У нас получили подгруппы. Вы знаете, младшая подгруппа, средняя подгруппа и старшая подгруппа. Вот так. Первое место в младшей подгруппе заняла Агеева Ольга. Второе место решения нашего жюри мы поделили между двумя участниками. Это группа. Во-первых, это Еремеева Анастасия. Аплодисменты. И Горина Юлия. Аплодисменты. Ну и третье место по общему мнению нашего почтенного жюри тоже мы поделили между двумя участниками. Это Кереченко Татьяна. Аплодисменты. И Заборцева Аполлинария. Аплодисменты. Поздравляю вас, наших самых маленьких участников. Спасибо вам большое. Желаю, чтобы вы уже на следующий год еще подготовлены вашего жюри. Первое место все поддали единогласно Коробко-София. Второе место. Мы все-таки мнение наше разделилось и мы не могли никак определить положенную. И опять же именно отдали двум участникам этого конкурса. Воскресенского Мария и Дюкин Александр. Третье место мы тоже поделили между двумя участниками. Это Данилин Александр и Беспалова Надежда. Поздравляю вас. У вас уже были все-таки общее мнение нашего жюри, что первое место мы отдали единогласно Жасану Анастасевичу. Второе место заняла Алферова Ана. И третье место мы все-таки решили именно разделить между двумя участниками старшей группы. Это Селиванова Татьяна и Емичев Алексей. Ну вот все участники, все награжденные, да, все теперь вы знаете. И я от души вас поздравляю. Благодарю, что вы все готовились. Каждый по силе тем, которые у вас есть, по вашему старанию. Конечно, кто больше всех старался, тот и занял какое-то призовое место. Естественно, кто трудится, кто-то работает, тому приходит успех. и вам желаю, чтобы вы именно в этом деле это очень важное дело, чтение церковного славянского языка. Потому что в основном мы читаем священные тексты, молитвы, а молитвы, это что, да, а слово, кто из слова? Слово было, было, да, слово было, было. Вот именно такие слова нас с вами посвящают, очищают, освящают наш ум, очищают наше сердце с вами, разум очищает, он становится более светлее, и поэтому я вам желаю не оставлять этого делания и постоянно, каждый день привлекательное чтение церковного славянского языка, особенно чтение и молитвы. Поздравляем с вами. Спасибо. Аминь.